Всем привет! Это канал AstroBT и вы смотрите ролик, посвященный незаменимой технике для любого кулинара и любителя вкусно покушать. А именно, мы поговорим про встраиваемый духовой шкаф Мидея Эмо 3500. На нашей кухне он представлен в расцветке черное стекло, а также имеются цвета нержавеющая сталь и белая. Простая в управлении на довольно мощная в техническом плане духовка Мидея не оставит равнодушным и простого любителя готовить вкусняшки и кулинарного виртуоза. Если после просмотра видео у вас останутся вопросы, задавайте их в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал. Ну а для получения технической консультации по любой технике вы можете позвонить на нашу горячую линию, и мы с радостью подскажем вам всю необходимую информацию. Духовой шкаф является полностью электрическим. Все, что вам необходимо для установки, это отдельная ниша для встраивания и заземленная розетка для подключения. Место и уровень, на котором будет находиться духовой шкаф, выбирайте в зависимости от своей планировки и предпочтений. Ну а требуемые размеры указаны в инструкции к технике. При покупке духовки ручка не установлена, а находится в комплекте внутри. Для ее установки оденьте оба конца ручки на металлические основы таким образом, чтобы паз, располагающийся с края ручки, находился по правую сторону. Убедитесь, что левое и правое крепления находятся в пазах, а ручка плотно прилегает к стеклу дверцы. После чего сдвиньте ручку вправо до фиксации. Ручка будет расположена по центру и надежно закреплена. Теперь можно приступать к готовке. Все управление осуществляется через три имеющихся регулятора, расположенных на панели. Можно выбрать программу, настроить время и температуру. Таймер приготовления включается на период до двух часов. Духовой шкаф подаст звуковой сигнал по прошествии времени и перестанет нагревать камеру. Когда вы не знаете, как долго будет готовиться блюдо, то переключите регулятор времени на значение Stay On. Так духовой шкаф будет работать постоянно, ожидая, когда вы выключите его сами. Но максимальная температура достигает 250 градусов. В данной модели имеется пять программ. Стандарт, только верхний или только нижний нагрев, размораживание и стандартная программа в сочетании с вентилятором. Кроме того, имеется освещение камеры, которое доступно для всех программ приготовления. При стандартной программе верхний и нижний нагревательные элементы работают одновременно, что делает их идеальными для запекания и выпекания больших тортов. Выбирая нижний нагрев, тепло обеспечивается нагревательными трубами в нижней части печи, что позволяет нагревать пищу снизу, не обжаривая ее с краев. В основном используется для подрумянивания дна до красивой корочки, а также для разогрева больших объемных блюд и тушения. Красивая корочка у верха пирога или уже на почти готовых блюдах обеспечивается включением верхнего нагрева печи. А следующая программа позволяет ускорить процесс размораживания продуктов без необходимости включения нагревательных элементов. Происходит это посредством циркуляции воздуха комнатной температуры по камере шкафа. Бережное размораживание продуктов быстрого приготовления и полуфабрикатов гарантировано. Ну а сочетание вентилятора и обоих нагревательных элементов обеспечивает равномерное проникновение тепла и запекания. В первую очередь для приготовления мяса. Данный режим еще имеет известное всем название – конвекция. У режима конвекции есть множество преимуществ по сравнению со стандартным. Это и меньшее время готовки, и более быстрый разогрев духового шкафа. Равномерное пропекание продуктов любой толщины без необходимости переворачивает блюдо во время готовки. Возможность одновременного использования нескольких уровней шкафа. На запекаемой еде при этом образуется хрустящая аппетитная корочка, а сочность сохраняется. Любители делать заготовки могут просушивать ягоды, фрукты и овощи, травы. Объем камеры в этой модели составляет 70 литров. Большое блюдо для всей семьи или несколько уровней выпечки спокойно приготовятся за считанные минуты. В комплекте идет противень и решетка. На решетке вы можете запечь рульку, а в противень разложить овощи для гарнира. Конечно, после запекания мяса оставить поверхность камеры чистой удается не всегда, но с помощью паровой очистки это можно сделать быстро и без лишних усилий. В любую жаропрочную посуду, поставленную на дно духового шкафа, налейте воду и нагревайте в течение 30 минут при температуре 100 градусов. А после тряпкой или губкой с использованием средства для мытья посуды очистите поверхность и не забудьте вытереть все насухо. Для лучшего удержания тепла внутри камеры в дверце имеется два стекла. Стекла довольно легко разбираются, чтобы их можно было помыть. Также вы можете полностью снять дверцу и помыть ее. Чтобы снять дверцу, необходимо оттянуть зацепки на петлях и, аккуратно прикрыв дверцу, снять петли с гнезда. Установка на место происходит в обратном порядке. Ну а чтобы просто снять одно из стекол, вам необходимо отодвинуть держатель с двух сторон и вытащить стекло. После мойки и сушки его необходимо вернуть на место и поставить держатель в правильное положение. Духовой шкаф Мидея будет выглядеть элегантно и минималистично в любом интерьере. Выбирайте необходимую расцветку и наслаждайтесь кулинарными шедеврами. Если данное видео было полезным для вас, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе всех новинок. Ну а если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментариях или звоните на нашу горячую линию. Мидея, почувствуй себя дома! Мидея, почувствуй себя дома!